По такому важному показателю, как плюс-минус. Причем с большим отрывом он лидирует. Ну а на втором и третьем месте Андрей Топтунов и Сергей Ратен Мейс. У него 83. Но сейчас канадец оказывается под кольцом, где очень уверенно, прекрасно знают о возможностях Андерсона. И Ювец Арсич тоже команду подготовил. Перехват от красноярской команды. И был очень уверен. Набирает три очка в раннем нападении. И рывок уже увеличивается. Топ. Есть три участника сегодняшнего матча. Ратен Мейс, Мартин и, собственно, Ройс Хэм. Ратен Мейс. Проход под кольцо. Вроде бы результативно начинался этот матч. Первая половина стартовой четверти. Но вот сейчас серия промахов, которую в дивизионе чемпионата Италии. Что довольно-таки такая популярная история для иностранных игроков. Мяч опускает Дэвис. Вроде бы все сделал правильно. Пошел под кольцо. Освободился от опеки. Но вот проблема возникла с завершением. 43-33. Маркио Джонсон сокращает разрыв до 10. Ратен Мейс на Белинкова. Евгений. Ратен Мейс. Быстрой атаки уже не получится. Наверное, Енисиана сейчас не шибко нужна. Канадец врывается внутрь. И набирает. Ратен Мейс. Против Дэвиса остается. Явное преимущество в скорости было. Белинков теперь уже со средней атакует и тоже. Что в этом матче руки опускать раньше времени не намерен. Ратен Мейс. Брасок через Мурчука. Выбрали главный тренер. То есть эти игроки могут быть уверены, что за ними действительно следят. Их скутируют. И, естественно, он против Белинкова изыщается. Ратен Мейс. Произошел размен на Хэмок. Севьер. Бросал с дистанции. Всего лишь три попытки. Две из них цели достигли. Ратен Мейс. Придача на Мартина. И Джермаев. Здесь есть и старые знакомые. Потому что тот же Сергей Балашов тоже успел в Санкт-Петербурге поиграть. Ратен Мейс. Еще два очка. У новичка Астаны. С бросками сверху. Все в полном порядке. Ратен Мейс поймал.